Паспорт, декларация с семейным врачом, идентификационный код и согласие на вакцинацию. Это обязательный перечень документов для получения прививки от COVID-19. Врачи говорят, что желающих вакцинироваться достаточно около 70 человек ежедневно. Сама процедура быстрая, но после нее человек должен быть под наблюдением врачей не менее 30 минут. Директор областного департамента здравоохранения Наталья Адарий Захарьева решила собственным примером доказать, что индийский препарат не так страшен, как о нем пишут и говорят некоторые политики и журналисты. На кисне все лижка почти на сегодня заняты. Поэтому сегодня мы продолжим относиться серьезно до карантина, а также до вакцинации. Одесская область получила более 25 тысяч доз. Первыми индийскую вакцину вводят врачам, которые контактируют с больными коронавирусом. Следующими получат остальные медики, соцработники, персонал домовки старелых и люди старше 80. Национальная служба здоровья очень поддерживает вакцинацию, как вакцинацию от коронавируса, который мы сейчас проводим, так и вакцинацию от других заболеваний. Например, в лето одним из показателей качественного выполнения договора между НССУ и лекарями будет обсяг выполнения вакцинации на первом уровне. Делать прививки можно не всем. Врачи напоминают, если человек переболел вирусом в последние полгода, то прививаться опасно. Также во время вакцинации от COVID-19 у пациента не должно быть проявлений ОРВИ и обострений хронических заболеваний. Впрочем, реакция организма даже здорового человека может быть разная. В первую очередь мы говорим о температуре тела. Она может повышаться до 38 градусов, может повышаться она в течение 2-3 дней. Это нормально, она оккупируется нормальным паразитомолом. В дальнейшем пациент нормально себя чувствует, то есть жалоб никаких не предъявляет. Это может быть общее какое-то недомогание, ломота в теле. И местная реакция на вакцину, это покраснение кожи, то есть оно проходит в течение 2-3 дней. Самопочувствие в мене хорное, что до вакцинации, что сейчас никаких не почерванения, ни зуду, ничего нет. Уже прошло 10 хвилин, никакой побечной реакции не собираю. Еще один немаловажный нюанс – условия хранения вакцины. В нормальных температурных условиях она долго не живет. Специалистам приходится все тщательно высчитывать, чтобы не выбрасывать долгожданное антивирусное лекарство. Мы открываем упаковку, если у нас, допустим, есть 3 пациента, мы открыли вакцину. Мы обслужили пациентов, 3 вакцины ввели, остальные мы добираем, мы созваниваемся с пациентами непосредственно, если есть других центров желающие. То есть мы не уходим до последнего, пока мы не используем эту вакцину. Вакцина находится в хладогенах, в сумках с хладогенами. Температура поддерживается, там есть термометр, там, то есть вакцина может находиться длительно, ну, достаточно, вот в течение дня она может находиться в этих сумках хладогена. Напомню, с 1 марта в системе ДИА стала доступна услуга записи в лист ожидания вакцинации. В приложении необходимо указать область и город, где вы хотите привиться, а также загрузить все необходимые документы. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.